Уходящий учебный год выдался богатым на события для ряда тверских школ. В некоторых пришлось корректировать учебный процесс, например, из-за капитального ремонта. Где-то прошли юбилеи, а кто-то занимался переоснащением материальной базы. Но никакие события не помешали новым достижениям учеников и педагогов. Чем запомнится уходящий год школьникам и учителям, расскажет наш корреспондент. Ученики 11 класса в 34 школе уже готовы переступить порог во взрослую жизнь. Для них сегодня звучит последний школьный звонок. На доле этих выпускников пришлись непростые годы учебы в период пандемии. Сегодня в преддверии ЕГЭ настрой у ребят боевой. Но прощаться со школы, признаются, выпускники все-таки грустно. У меня уже завтра экзамены, поэтому немного волнительно. Сначала было нагнетение, оно было в декабре. А потом все ушло, и уже сейчас на лайте вообще отлично. Ты поступление, сдача экзаменов, и ты понимаешь, что ты больше не соберешься в такой компании с одноклассниками, с друзьями. Очень грустно, но вроде бы в то же время и радостно, что ты вот уже вроде бы взрослый. Директор к нам всегда был очень хорошо относился. Мы всегда рады его видеть. С классными руководителями у нас тоже всегда очень хорошо. Да и просто с учителями всегда в хороших отношениях. Будем приезжать в наш городок, где мы поступим, и 100% приходить. Главное, чтобы нас вахтер пропустил. Она у нас строгая. Да, строгая женщина. Во взрослую жизнь педагоги провожают 63 выпускника. 9 из них претендуют на медаль. Завтра многие уже пойдут на первый ЕГЭ. Поздравить с таким событием школьников пришли и депутаты. По словам директора Веры Панковой, это юбилейный 60-й выпуск. Конечно же, ни один учебный год не обходится без крупных событий. 2022-2023 также запомнится. Это год педагога и наставника, что подразумевает участие школы и учителей в разных проектах. Учитель года, директор года, где Вера Панкова стала победителем регионального этапа и многих других. Этот год был очень плодотворным, рассказывает руководитель учебного учреждения. И за год было сделано действительно много. Здесь спасибо большое нашему губернатору Игорю Михайловичу. У нас открыт спортивный стадион. И это позволяет детям не сидеть дома за гаджетами, а практически с утра до вечера находиться на улице, заниматься спортом. Также в этом году открылось в России новое движение, российское движение детей и молодежи. И у нас открылось первичное отделение. Наши ребята активно участвуют во всех проектах движения. Стараемся участвовать в грантовой поддержке. В этом году школа выиграла грант. Он пойдет на реализацию волонтерского проекта. Кроме того, в школе был открыт ресурсный класс, рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет развивать инклюзивное образование. Заметные события произошли и в других тверских школах. Так, в этом году сразу три выпускницы 35-й школы стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников. Традиционно славится своим интеллектуальным потенциалом из школы номер 17. Также молодой учитель начальных классов Александра Маматкова стала победителем регионального этапа конкурса «Педагог года». Кроме того, в 17-й школе, как и в школе номер 15, проходит капитальный ремонт. Поэтому для некоторых последний звонок прозвучал не в стенах школы, а в зале Дворца детей и молодежи. Впрочем, уже 1 сентября учебное заведение откроет свои двери для школьников обновленными. Директор физико-математической школы номер 17 Ирина Орлова вручила призерам и победителям различных конкурсов и Олимпиад грамоты и пожелала дальнейших успехов. Почетными гостями последнего звонка стали депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, в прошлом тоже выпускник 17-й школы, и глава наблюдательного совета Тверского вагонзавода Андрей Славей. Они также напутствовали выпускников и пожелали удачи на предстоящих экзаменах. Спасибо.